Всем привет! Меня зовут Лили, а вы на канале Just One More Page. И сегодня у нас будут книжные покупочки. Как-то неожиданно они скопились в этот раз, но здесь будут не только книги, которые я покупала самостоятельно, но также несколько подарков на Новый год, кое-какие предзаказы с ноября месяца и книги, которые я покупала на Анхоле. Что ж, давайте приступать к разбору этих стопок. И начну я, наверное, с последнего своего приобретения. Это Люци Синь «Задача трёх тел». Как вы могли заметить, Люци Синь — это китайский писатель, да-да-да, и это у нас фантастика. Точнее, это первый роман из трилогии. Я уже почитала немного предисловия переводчика. Мне очень понравилось то, что она настолько загорелась этим романом, что, не зная китайского языка, она переводила его с английского, но при этом она активно общалась со специалистами-китаеведами и физиками, чтобы перевести всё в точности и нигде не ошибиться. Ещё больше хочу прочитать эту книгу после такого предисловия. И, конечно же, это пополнение книг китайских авторов у меня на полочках. Дальше я вам покажу прекрасный подарок от Анастасии, моей подруги и по совместительству коллеги. Она мне дарила эту книгу на Новый год. Это «Волшебные миры» Хаяоми Адзаки. Я так долго хотела её купить себе. Она у меня так долго лежала в возложенных «Где только можно». Я на каждых скидках заглядывалась на неё, но почему-то проходила мимо. И вот Настя дарит мне эту книгу на Новый год. И какой же был мой шок, потому что у Насти не было ни виш-листов моих, ни полок она моих не видела. Она не могла знать, есть ли это у меня книга, вообще хочу ли я её. Но вот она как-то об этом узнала и преподнесла мне просто невероятно шикарный подарок. Я безмерно благодарна ей за это. Такое маленькое чудо под Новый год. Было очень приятно такое получить. И, конечно же, книга греет мне душу. Дальше. Это у меня был предзаказ в ноябре месяце. Забрала я его в декабре уже, под самый Новый год пришёл. Третий том «Благословение небожителей». Да, хоть вся история мне не очень понравилась по сравнению с «Магистром дьявольского культа», но я продолжаю собирать серию. И давайте вот при вас сейчас вскрою плёночку и посмотрим, какие там есть иллюстрации. Так, всё на месте, лисе есть, суперобложка. Снимаем. И вот так выглядит книга внутри. Но не прелесть ли? По-прежнему soft-touch. Здесь уже картинка одним из небожителей и демоном, который повелевает костями. Демонический город и его обитатели. Очень красивые иллюстрации, цветные, в отличие от «Магистром дьявольского культа». Здесь они цветные и, как по мне, по-моему, улучшился у художника стиль, что ли. Мне очень нравятся такие приглушённые цвета. Супер-супер. Я довольна. Однозначно довольна. А ещё более довольна ценой. Успела ухватить самую дешёвую. Дальше покажу вам две книги из трилогии. Как-то очень внезапно я решила её собирать. Точнее, нет. Решила-то я собирать эту серию уже давно, эту трилогию. Уже после видео «Try chapter tag». Я поняла, что я буду читать этот цикл, эту историю, продолжать знакомиться. Но внезапно на полочках с распродажей в «Читой городе» я увидела второй том трилогии «Брайана Стейбли». И потом на свои бонусы купила третий том. Эти покупки были ещё сделаны в январе. Когда я такая наивная, такая мечтательная, такая правильная после подсчёта общей суммы за предыдущий год, я решила, что я буду урезать себе книжный бюджет, не буду покупать на больше чем 1000 рублей книги в месяц. Но февраль немного изменил мои планы. Я надеюсь, в марте я смогу вернуться к результату января, когда я купила 7 книг и не вышла за пределы 1000 рублей. И вот, благодаря этим экономиям, у меня появились два томика трилогии «Брайана Стейбли» — это «Хроники нетёсанного трона». Как я уже говорила, я начинала читать первую книгу. Ещё когда снимала «Try a chapter attack», мне очень понравилась история. Хочу в ближайшем будущем ознакомиться. Это почти, почти у цели. Ну и последний предзаказик из этих покупок — это у меня «Мо Янь. Большая грудь, широкий зад». Эту книгу я также заказывала в ноябре ещё, и вот только в феврале, получается, она ко мне дошла. Представляете? Только в феврале я её получила. И я вообще не ожидала, что она будет такой толстенькой. Мне понравилось вот это новое оформление, надеюсь. Остальные книги «Мо Янь» тоже переиздадут в таком же виде, потому что мне очень понравилось, как сочетается такой подкитайский шрифт, типичные образы Китая. И всё это очень красиво, лаконично оформлено. Но пока это единственная книга в новой серии. А мой Янь я узнала благодаря Кристине Ридме, точнее, благодаря её книжным покупкам. Он пишет про Китай в большой перспективе и опираясь на исторический ход событий. Мне очень интересно посмотреть на то, каким окажется он писателем, и как он показывает свою родную культуру и историю. Дальше книга из раздела «Внезапно». Потому что я зашла в «Читай город» забрать заказ и вышла с тремя книгами оттуда. Ещё плюс. И это у нас «Гончаров. Обрыв». Я читала в прошлом году у Гончарова Обломова. Мне, в принципе, понравился этот роман. Также у меня на полочках стоит обыкновенная история. И когда я увидела, что у Гончарова, оказывается, есть ещё и вот такое произведение, а здесь написано, что если обыкновенная история, это роман о людях, которые были до Обломова. Обломов — это его самый знаменитый, известный роман. То «Обрыв» — это про людей, которые были поколением после Обломова уже. И мне стало любопытно проследить вот эту вот хронологическую цепочку, и поэтому я взяла эту книгу. Очень интересно будет узнать, как автор показал вот эту вот последовательность поколений с поколений Обломовых и их жизнь, их быт. Ну и что греха таить, в Обломове мне больше всего понравилось, помимо прописанного характера главного героя этого произведения, «Быт» людей российских в середине века XIX. То, как отличается их жизнь от того, что мы видим по произведениям, например, Льва Толстого, когда он описывал «Войну и мир», писал, или по произведениям Пушкина. Несколько отличается, и вот хочется посмотреть, как менялось, как вообще исторические события влияли, влияли ли исторические события на мышление и образ жизни героев, и как само общество менялось по ходу смены поколения. Невероятное приобретение за последнее время — это Элизабет Гаскелл «Север-юг» на английском языке. Я чуть ли не списком и визгом выходила из магазина, когда её покупала, потому что я вообще не ожидала увидеть её на полках по такой прекрасной цене. Правда, книги на английском у нас сейчас в особенности стоят не так, чтобы прям очень дёшево. И я рада любой, честно говоря, книге, а уж если это роман, то рада вдвойне. У меня есть «Север-юг» на русском языке в прекрасном оформлении от больших книг. Мне будет очень интересно сравнить, наверное, пословесно перевод и оригинал, и вообще попробовать себя, смогу ли я потянуть такой уровень. А за следующие мои приобретения нужно благодарить Марию с канала «Унесённые книгами». Она, мало того, что мне сделала роскошный подарок на Новый год, отправила мне книги в его издание «Эксклюзивная классика». Это был Джон Уиндом «Избери пути её» и Джордж Орелл «Дочь священника». Я очень хотела «Дочь священника» к себе на полках, потому что его, именно это произведение, я планировала читать следующее у автора. У меня есть некоторые его книги уже собраны на полках, но вот я ждала, когда у меня появится «Дочь священника», чтобы продолжить знакомство с автором. И вот, 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 теперь у меня она есть. Ну а Джон Уиндом «Избери пути её» благодаря небольшому в последнее время шуму вокруг этого автора решила познакомиться с ним. Ну и я для себя открываю фантастику, и ни одни авторы не будут лишними в этом. Я долго смотрела на его самые популярные книги, это «День три фидов», «Куколки», ещё какие-то. И вот решила рискнуть и попробовать что-то не такое популярное. Почитала аннотацию здесь. «Антиутопия», я обожаю антиутопии. «Антиутопия», где в мире один только гендер, и это женщины. И главный герой, как я поняла, он перемещается во времени, попадает в этот мир, состоящий полностью из женщин, и вот что его ждёт. А потом, значит, я читаю дальше аннотацию, уже когда она у меня дома была, и понимаю, что это сборник с рассказами. Так даже лучше, наверное. Ну, а потом та же самая Мария с канала «Унесённые книгами» устраивала Анхол, и я забрала у неё вот этих четверых дружков. Точнее, на Анхоле-то я приобрела «Хаксли», «Ой, дивный новый мир», ещё одна антиутопия ко мне в коллекцию. Это, можно сказать, так, классика антиутопии, и смотрите-ка, даже эта твёрдая обложка, у меня таких ещё не было на полках, честно скажу, очень удобно, очень приятно держать в руках. Вот благодаря Маше она у меня появилась, и я смогу познакомиться с текстом данного произведения. Ну, и она мне потом пишет, что «Давай я тебе ещё Виндома в придачу отдам». И здесь целых три книги Виндома. Это «Знаменитое произведение День Трифидов», «Не менее знаменитые куколки» и «Кукушата Мидвича». Вот об этой третьей книге я ничего не слышала, но я с радостью захапала всего Виндома, что у неё был. А теперь я счастливая обладательница четырёх книг Виндома. На самом деле я очень рада, что все эти книги вот так ко мне скопом пришли. Это отличный запас на будущее, я считаю. И очень прикольно, что Маша не убирает стикеры из книг, и смотрите, сколько их у неё. Я гораздо меньшим количеством стикеров пользуюсь. Наверное, поэтому они у меня так быстро копятся. А эту книгу, которую я вам сейчас покажу, я очень-очень-очень хотела себе приобрести. Это издательство «Поляндрия». Но все книги издательства «Поляндрия» они как стоят каких-то запредельных денег. И вот мне посчастливилось купить за более-менее хорошую сумму. Я назвала его галстуком. Сейчас, подождите. «Милена Митика Флаша». И здесь меня, конечно же, заинтересовала аннотация. «Тагутихиро Хихикамори». «Последние два года он живёт в затворничестве, не покидая пределы в своей комнате в родительском доме. В попытке вернуться в реальный мир юноша отправляется в парк, где целыми днями сидит на скамейке и наблюдает за жизнью вокруг». Ахара Тессу потерял работу, но не может признаться в этом супруге. Каждый день он выходит из дома в костюме и галстуке, но вместо офиса отправляется в парк и до вечера сидит на скамейке. Хира и Тессу обнаруживают необъяснимое родство душ. Они учатся слушать и сопереживать. Отчаяние и печаль надежды и мечты одного кажутся другому близкими и понятны. Эта незримая связь помогает каждому из них мало-помалу найти в себе силы начать жить заново». Но когда мне пришла эта книга, я так удивилась, что это такая малышка. Серьёзно, здесь нету даже двухсот страниц. Печалька. Несмотря ни на что, я очень рада, что у меня появилась книга от Палядрии, и наконец-то смогу познакомиться с этим издательством и их продукцией. Эта книга лежала в отложенном у меня очень долгое время. Наверное, с момента её выхода из печати она у меня лежала и лежала и лежала, и наконец-то я её купила. Это две недели в сентябре шерифа. Это такая очень осенняя книга, потому что не зря в названии есть месяц сентябрь. У нас в центре сюжета семья Стивенсенов, которые каждый год в одно и то же время ездят в отпуск в один и тот же домик в одном и том же месте, близ моря, и отдыхают там две недели. Каждый год, из года в год, на протяжении уже очень большого времени. В этот раз, ну, видимо, что-то должно поменяться, там как-то измениться. Дети уже у нашей четы Стивенсенов несколько повзрослели. Я ожидаю, что это будет очень уютная книга, очень по-домашнему тёплая и с каким-то налётом грусти, когда осень уже на дворе, но всё ещё по-летнему тепло, хотя и понятно по солнцу, по его косым лучам они уже не так сильно греют, как летом, и блезится холода, и, конечно же, зима. Просто ожидаю как хорошие, уютные истории, чтобы можно было ослабиться за чашечкой какао и погрузиться в неспешное повествование о каких-то тяготах семейной жизни. Ну, как-то так. А следующее приобретение пойдёт у меня в коллекцию книг из серии Ким Книжная полка, только это уже у нас Гейман Книжная полка. Да-да-да. АСТ расширили свою линейку, и теперь наряду с Кингом они сдают там и Нила Геймана. И я решила приобрести, раз такая пляска пошла, раз мне очень нравятся эти издания, я собираю Кинга в этой же серии, я решила приобрести у Нила Геймана Океан в конце дороги. На эту книгу я давно заглядываюсь, мне из большинства произведений Нила Геймана она интереснее всего кажется. Я люблю мифологию в произведениях, но за что я не бралась у Геймана, по-моему, за американских богов я бралась, и не пошёл у меня слог автора, и всё. Очень надеюсь, что эта книга будет исключением, и вот она отправится к своим соседям Стивеном Кингом. Ну и последнее приобретение на данный момент, это у нас два томика Путь домохозяина, только-только выходит ещё на русском языке. Есть вот как раз в продаже два тома, а на самом деле она не очень большая по своему объёму, читается в лёд. Я уже первый том прочитала, и в процессе чтения второго очень милая, очень смешная история про бывшего Якудза, который стал домохозяином, но жители городка, которые помнят его ещё о Якудза, не могут оставить в покое, и вот он попадает всегда в какие-то очень смешные из-за этого ситуации, и в целом, ну, очень уютная, очень забавная, и какая милая история на самом-то деле, просто поднимает настроение. Ой, я так рада, что решила попробовать её почитать. Надеюсь, тамо будет не очень много, и мои полки не провалятся под их тяжестью. Ну вот и всё, закончились все мои покупки. Я очень рада, что вы досмотрели это видео до конца. Не забывайте ставить лайк, подписываться на канал, если вы ещё не подписались. На сегодня всё. Хорошего дня, и пока-пока.